В Усть-Майском районе проверили готовные жители к труду и обороне. Там прошел первый фестиваль ГТО. Готовность проверяли работники предприятий и образовательных учреждений. Кто готов к труду и обороне, а кто нет, расскажут наши корреспонденты. С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование. С 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях современной России. Мероприятие началось с торжественного открытия и парадом участников первого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в труду и обороне. Отрадно, что возглавляет команду руководителя организации предприятий по 5 человек команды и будет соревнование по командному первенству и по личному первенству. В этом году у нас пробное тестирование сдачи норм ГТО, а с 2017 года будет обязательно для всех. В фестивале ГТО приняли участие всего 12 сборных команд среди предприятий, трудовых коллективов и общеобразовательных учреждений. Это первый у нас фестиваль ГТО, который проводится в Усть-Майском районе. Думаем, что он будет у нас регулярный. В год мы хотим проводить по два раза весной и осенью. Вот сейчас мы в здании ДЮС США проводим среди взрослого населения ГТО. Отдельно по району в муниципальных образованиях, в образовательных учреждениях также сегодня проходит прием ГТО у нас среди школьников и среди взрослого населения. Целью проведения фестиваля является вовлечение населения в систематическое занятие физической культурой и спортом. Завершилось мероприятие награждением и закрытием фестиваля. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.